И вот невеселым будет, а? Да ну их, хотел был поговорить с Анатолием как следует. Да ну же. Медали. Ну, охоти. Э-э-э, катухи, катухи. Ну, давай, давай, споем, давай, споем. Мне ведь неохота. Ну давай, того, ну запивай, запивай. Ну, давай. Тут война пошла буржуазная, Огрубел, обозлился народ. И по винтику, по кирпичику Растащили весь этот завод и подняли... Да. Песенка многозначительная. Это ж я сам сочинил, что ли? Есть, правда, и такая довольно отсталая песня, Венечка. Из по Волге реке... Варвара Михайловна, давно я не видел таких веселых. Я думаю, это Сережа. Ради праздника его. А вот с отцом они поют. С родными. С родными. С родными. С родными. Ради. Ради. Как стрела... Саша... Да, Саша? Ксения у тебя на два голоса. Хорошо получается. Он задумал... Кто там? Саша, это отец. Оленька. Дочка. Что такое? Отца. Убили. Оленька, ну убить его это, Степушка. Степа, Степа. Варя, слушай. Варя, Варя. Письмо. Письмо это. Варя, Варя, отвези сама и отдай ему, Ленину, Ленину. Степа! 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 Бабь. Сделаю, Степа. Беретам сама. Допустите меня, милый. Мужу у меня кулаки. Да нет его здесь. Да мужу у меня кулаки убили. Письмо принесла к Ленину. Горки, ступай, мать. Там он. Горки. Что он не сказал? Что он сказал? В горках, говорит он. Ну как, Владимир Ильич строгий? Примет ли? Что ты? Простой человек Ленин. Рост у него? Вот его. А глаза у него такие ясные. Чистые. Ласковые. А улыбка такая, что на душе теплее. Как самому себе все рассказывать. Ничего не бойся. Я его в семнадцатом у Петрограде бачил. Всего у меня я к торгу раскрыл. И ничего казать не хотел, все одно казал. Удержаться нему. Пристальный человек. Я до него большую убыду несу. Все с бедой. Все за подмогой. У меня кулаки мужа убили. Нес письмо к Ленину. Догнали. Вот оно. Письмо. Скажите. Дорогой Владимир Ильич. Страшно назвать имена людей, которые зверствуют над народом. Кулаки по их указу распяли у нас одного бедняка. Ну-ка покажи. Распяли. Это же про меня. Другого объявили сумасшедшим. А? В больницу определили. Это какое место письмо? Это у Азбекистана дело было. Я сам такое дело имел. Погоди, погоди. Читай, читай, читай. Кулаки убивают, верстуют над народом. Они делают... Прогулки прогуливайтесь, шатайтесь по белому свету. Милый, да никуда мы не шатаемся, что ты? Да ну. Не пили, не ели, едва ноги несут. К Владимиру Ильичу мы. К Ленину? Да. Нет. Нет его. Нету. Что ты выдумал, гад проклятый? А, сайтан, убью! Мама. Что это? Что он сказал? Молчи, дочка, молчи. Как же так? Как же так, чтоб его не было? А, сайтан, убью! Я кури, Libvag there... Как же так? Как же так? Как же такhe... Впад啦... Как же так? Апл age não ähnlich значит... Как же тактие web adventирует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы зайдете через час, некролог будет готов Хорошо, товарищ Бухарин Мы соберемся с мыслями, переговорим кое с кем через час-два Я зайду к вам, товарищ Каменю Теперь Бухарин с Каменю и все Ижи с ними начнут кричать Умер Ленин Нет больше Ленина И будут пытаться раскалывать партию Да, попробуют продавать страну опытами и розницу А получаться, конечно, прежде всего на Сталина А кто позволит? Сталина партия знает не с вчерашнего дня Сплотить вокруг ЦК все ленинские силы без этого развала Правильно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как? А вот видите, паломничество десятков и сотен трудящихся. Пройдет некоторое время, и вы увидите паломничество к товарищу Ленину, представителей десятков и сотен миллионов трудящихся. Если очень необходимо, напечатайте мою статью, написанную ко дню его пятидесятилетия. Такие люди, как Ленин, не умирают. Он жив и будет вечно жить среди нас. Ленина мы никому не отдадим и завещанным никому не уступим. КОНЕЦ Уходя от нас, товарищ Ленин завещал всеми силами укреплять союз рабочих и христиан. Дадим клятву, что мы с честью выполним эту его заповедь. Это Сталин клятву дает. Мы тоже дадим. Клятву дают. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь. Клянемся. Клянемся. Русские и украинцы, башкиры и белорусы, грузины и агуртайджанцы, армяне и дагестанцы, клятву датары и кирпичи, узбеки и бирмены, все эти народы избавляют нашу республику Совета от поздней и вылазок врагов рабочего класса своей безграмотной. Клянись, ты да я да все с нами, тебе и упасть некуда. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять и расширять Союз Республик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь. Клянемся. Клянемся. Жизнь отдаю. Ленин неустанно указывал нам, что укрепление Красной Армии и улучшение ее состояния является одной из важнейших задач нашей партии. Поклянемся же, товарищи, что мы не пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу Красную Армию, наш Красный Флот. Клянемся. Клянемся. Ложь и клевета скоустой буржуазной печати неизменно падали на голову нашей партии на протяжении четверти века. Кромадным утесом стоит наша страна, окруженная океаном буржуазных государств. Волны за волнами катятся на нее, нельзя затопить и размыть. А утес все держится непоколебимо. В чем ее сила? Не только в том, что наша страна держится на Союзе рабочих и крестьян, что она олицетворяет Союз свободных национальностей, что ее защищает могучая удача Красной Армии и Красного Флота. Сила нашей страны, ее крепость, ее прочность состоит в том, что она имеет глубокое сочувствие и нерушимую поддержку в сердцах рабочих и крестьян всего мира. Союз свободных национальностей и крестьяне всего мира хотят сохранить республику Советов, так стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина, встану в работу. Союз свободных национальностей Эй ты, техника, давай подвезу, подвезу Вот он. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. Здравствуйте. Что же это получается, товарищи? Хотели вас порадовать трактором, а вы его сами нам подвезли Одно маленькое слово хочу сказать, товарищ Сталин Ты наш Ленин Какую горь имя тебе несу, какую радость имею, тоже тебе несу Вот такое слово Хановский хлопок такой красиво не был, а наш пролтарский хлопок два раза его красиво А ему воды нету, орех сама не пойдет, его руками сделать надо Китмен надо, китмен сделать, железо надо А железа у нас нету До сих пор не поняли, что в основе всего металл Ну конечно, свечи Зашевелился кулак, товарищ Сталин Вот, глядите, руки мои Вот, вот, распят был Ногу прострелили, отнять пришлось Ну наши и говорят Валяй, Сёмка, ты человек ломанный Тебе все одно не мужиковать С одной ногой, диск, не хозяин Валяй, проясни дело Ну а я что ж Ну и прояснили А как же Как я вас услыхал, товарищ Сталин Мандат в руку и голосовал Жив Ленин Теперь вернусь домой Доклад сделаю И в пастухи Да, конечно И пастухи тоже нужны Но с моей точки зрения Вам бы Председателя сельсовета надо идти Да куда уж мне Товарищ Сталин С одной ногой не хозяевать А разве В сельском хозяйстве только ноги нужны? Народная поговорка учит Главное береги голову Её потеряешь На веки калекой останешься Не дают иной раз головой работать, товарищ Сталин ЦК докладывает, что всё хорошо А на самом деле извращают ленинизм А вы откуда такой философ? Из Кутаисии, товарищ Сталин А какому делу в Москве? Письмо привёз в ЦК Партийные дворяне замучили Жить прямо не дают Как? Партийные дворяне? Здорово они окрестили наших именитых Да Чем на такую чепуху тратить время Уж лучше покупать в Америке Здравствуйте, товарищ Бухарин И дешевле и быстрее Да и качество Крепче Хоть плохо, да своё А какая не скажете ли вы мне разница Между чужим и своим плохим? Да ведь своё, отечественное Надо начинать Товарищ Ленин мечтал о ста тысячах тракторов на наших полях Да, машина ещё слабовата Но зато хоть голос подаёт и за это спасибо Не сразу всё делается С той техникой, что у нас в руках И такую машину едва собрали А значит ли это, что мы должны опускать руки? Создадим техническую базу и начнём строить прекрасные машины Машины, которые сами будут делать хорошие машины Это вы, Варвара Михайловна? Я Вот она Нашлась, наконец Ага Но раньше надо Расчистить дорогу для стройки Не разбив оппозиции Нельзя добиться За превращение нынешней России в Россию социалистическую Письмо вашего мужа оказало неотенимую услугу нашей партии Я помню его во время обороны Царицына Отличным был коммунистом ЦК уже дал указание о производстве следствия по делу об убийстве Степана Петрова Это выстрел в партию Имейте ввиду Народ в Царицыне требует, а? Народ? Народ судит Значит мне надо быть там Просто смешно теперь вспомнить Идёт трактор по Красной площади Маленький, слабый, еле ползёт Гайки на ходу теряет И многие тогда говорили, что этот трактор конец всей затеи Сталин сказал, что это маленькое начало великого дела Заводы теперь будем строить Ну так что же в конце концов решено? Ну заводы, а потом Дело не только в заводах Мы начинаем плановое строительство Плановое Да ты послушай, что Сергей-то говорит Строиться начинаем Мы очень занятны В ближайшие годы до двадцати тысяч тракторов Так что ли? Да-да Нет, погодите, погодите Вы сами-то понимаете, что такое машина Это, во-первых, рудники Шахты Заводы, которых Кот наплакал Это, во-вторых, культура, труда Которая тоже пока что не видно Без металла, без инженеров Без опытных рабочих На пустом месте Вы хотите в ближайшие годы построить Передовую промышленность? И построим Это же прожектерство Это же лозунги, а не те Вот ты всегда так, Александр Честное слово Как лоскутный одеяло Ей-богу Весь из лоскуточков В Москве, брат, видней Да, Англия Америка потратили сотни лет На создание передовой промышленности Ну? А вы все хотите это за годы, за десятилетия Ну и шо, что Англия? Англия Англия, англичане действительно народ серьезный А мы русский ловчей У нас рука легкая Ей мозговая косточка есть Сама рука песни поет Так что ли? Да Что это? Мама плачет Не могу я слышать, когда мама плачет Самому плакать хочется Оля Оля, успокой, мам Можете выплачивать Степа Как трудно мне Трудно мне без тебя Жить бы тебе, да жизнь Одна ведь я и деть И отец, и мать Не надо Не надо, не надо, мам Ты что, Сашенька Устал? Не понимаю, мама, не понимаю Ведь это же не жизнь, а сплошной митинг Да ты что? Что ты говоришь? Ты опомнись Все честные люди в партию пошли К Сталину, а ты Не надо, мама, не надо Да ты ошалел Растили тебя Растили на последние гроши А дурманенный какой А ты большого ума Заговариваться стал Мама Мама, я хочу работы Большой Трудной, чтоб Некогда было оглянуться Некогда вздохнуть Ну, надоело 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 рисовать и на стены вешать Не то рвешь, что надо Ты за душу схвати Здорвание ее покруче До крови Такие люди, как ты, Саша, сейчас Ох, как нужные будут Ты пойми, милый, в родном нашем Сталинграде начинаем А так, дядя Иван, куром на смех Где? На этих бахчах? Вот на этом болоте? Именно здесь и начните Места много От этого берега Волги До Мамаева Ургана Все придется занять Вон там Хорошие парки разбейте А здесь Жилы и дома построите Почему именно здесь? Не понимаю От Ивана Третьего мы всегда на запад А теперь на восток На Урал, в тайгу Ничего не понимаю Места здесь обширные О, Волга рядом Вот тут мы с товарищем Сталином в 18-м году белых били А до нас не то Стенька Разин Не то Пугачев суд свой вершили над помещиками Вот и выходит, что место это священное Священное ты священное Но надо верить А может действительно быть Там может быть, Александр Степанович Здесь никогда Ох и паскуда ж ты, Анатолий Это мое мнение Ты возьми мозги в руки Да и подумай, как человек Что было? Наши вилки из Германии возили нам Станки из Америки до Англии Барахлишки из Франции Нежели побриться и то шведскую бритву завозить Так что ли? Дело это нет, я тебя спрашиваю Нет, дело, отвечаю Чтоб за тысячу верт киселя хлебать Свой кисель и свою кашу есть будем Поздно, милые, спорить Работать надо Взялись помогать Сталину, надо помогать Верно Крепость из нашей России сделать надо Крепость День хор Вем Время 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 Саша, а это что? Стена литейного цеха. Саша, вымеряй. Сколько, Серёжа? Четыреста. Четыреста метров, сын. Четыреста метров. С ума сойти. Да что, что удивительно? Да ты не отклоняйся, вымеряй точно. Да я не отклоняюсь, фантазия всё это. Что? Какая фантазия? Какая фантазия, я тебя спрашиваю? Вы меня тут с вашими разговорами не напутайте. Наше дело строить, а не удивляться. Да, Серёжа. Да, но они хотят сначала строить ноги, не зная, какой будет живот. А потом строить живот, не зная какую, посадят на него голову. Ну, это они. Не знаю, наши руководители, что ли. Не нравятся мне ваши разговоры, Липский. А вы что-то быстро перекрашиваете, Александр Степанович. В редиску превращаетесь. Сверху, знаете, красненькое, а внутри беленькое. Эээ, дурак. Мама! Тамбовцы! Тамбовцы! На седьмой причал! Послушать, как это место? Саленградской тракторной, милый. Мама, иностранец какой-то? Пожалуйста, где здесь отель офис? Контора. Конторы нет никакой. Да какая-то там милая контора. Да и все и так видать. Вон цеха, а там парк. А зачем тебе контора? Мама, это тот самый американец, о котором Саша говорит? О, да. Как вы делаете? Мама, на десятом причале! Я хочу знать, что вы показываете гайд, где я должен работать. Провожатор. Чуть я не пойму. Провожатор. Показывать. Показывать? Это удовольствие. Показывать. Вот тут у нас, значит, цеха. Василий Иванович, нужно подбросить цемент. Тон или две? Две. Сейчас подведем. Поскорее. Позовите Гришу. Скандал на весь мир. Я ваш корреспондент. Я уже сообщал в своей газете, что Панельщин уже готов. И нам вдруг новый программ, новый проект. Скандал. Вам все у нас кажется странным. Трудно объяснить читателям происходящее. Но мы это сделаем в срок. Какой же скандал на весь мир? Скандал, скандал. Это компромиссис? Мой авторитет, корреспондент. Чего это американец? Рахорица. Он говорит, что по новому проекту перейти от 20 тысяч тракторов к 40 тысячному плану. Угу. Нужно построить новый фундамент или поднять его? Ну что ж, он верно говорит. Тоже захотели. Аппетит появился на 40 тысяч. Не, брат, из этого дела ничего не выйдет. Не, 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 не. Это решение партии. Ну? Его товарищ Сталин подписал. Ну, тогда... Тогда пойдет. Выйдет. 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 Мама, пишут, что мы не успеем построить завод срок, а он уже готов. Эх, Роджерс. Узнаешь? Это дядя. Что же ему нос такой перерисовать? Художественная ретушь. Видали? Видали? А? Во. Во. А, опоздал. В удвоенном размере. А что, ничего. А что, хорошо. Это не ты, а твой нос. Тшшш. Ух. Проснулся, маленький. Эй, здорово. Видал? Видал. Ну, придайте мне его. Ах, проснулся. И правильно сделал. Разве можно спать в такую хорошую погоду? Эй, ты. Сынуха маленькая. Петр Александрович, пойдем, я тебе покажу наш завод. Вот куда он, да и встал. Смотри. А? Это было время, когда мало кто верил, что это может стать реальностью. Вот сюда. With you. Здравствуй. Люди есть? Есть. Надежные. Пойдемте сами увидим. Пойдем. А ведь мы скоро наш завод построим, да? Да. И вы уедете к себе в Грузию? Покиньте наш Сталинград. Не знаю. Сколько человеку надо иметь слов для счастья? Всего три слова. Но как трудно их сказать. Да. Что да? Конечно, трудно. Может, поедем на остров? А вы думаете, Георгий, на острове эти слова легче произносятся? Поедемте. Поедем. Что-то случилось. Георгий! Георгий! Господи! Горим! Ну что? Зачем? Почти! Саша! Саша! Коля! Не векал моих! Саша! Сережа! Опа! Коля! Моленька! Сережа! 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 И введение! Улыжка! Бабки, ты, горе, ты, мое, горе, Олюшка, дедочка моя! Кровью, кровью платишь за каждый шаг свой! Остановить нас хотите? А мы не остановимся! Ни почем теперь не остановимся! Рождались новые гиганты великой советской стройки. Входил в строй первенец первой пятилетки. Входил в стройке. Входил в стройке. Входил в стройке. А через месяц прошу к нам на Запорожье. Первый комбайн всплыст. Ишь ты! Дежурцы на первый Блюминг зовут. Азисовцы на первый автомобиль. А Ярославцы на первый Каучук. Да нежели все это спрыскать, пьяницей станет. И все дела с черту запутать. Ну, ты сам подумай. То дать нечего. Доброму человеку горилка никого не складит. ПЕСНЯ Еще не отгремяла слава первого пятилетия, а партия уже дала директивы ко второй пятилетке. Вступил в строй Днепрогерс. На Волге, в городе Горьком, вышли первые машины Молотовского автозавода. Гигантские заводы Урала-Кузнецкого комбината, возникшие там, где еще вчера шумела тайга, начали давать стране миллионы тонн металла. Мы научились делать машины, казавшиеся недавно мечтой. Шла война за дни, за часы, за минуты. Мы оказались впереди всего мира. Враг пытался нас остановить, но тщетно. Успех за успехом, победа за победой. И труд, ставший делом чести, доблести и геройства, преобразил советского человека. Он почувствовал себя победителем времени. Субтитры создавал DimaTorzok Большие каналы пролегли по пустыням Средней Азии, превращая в цветущие поля сотни тысяч квадратных километров некогда бесплодных песков. По старому обычаю, надо искупать строителя. Это не я, не я, не я. Это не я, это не я. Подождите. Вот наш строитель. Это была победа великих идей Великой Сталинской эпохи. В те мирные дни часто созывал Сталин представителей с мест. Они съезжались в Москву точно на праздник. Здесь, дорогая! Смотри, смотри вперёд! Это обязательный рунзай! Возьмите меня. Чего вы меня не берете? Культурный человек на 1000 верст, видно, который культурный человек свое место держит, чужое место не держит. Отстали человек, на один чужое место лезет. Что вы, граждане, не чупляетесь? В трамвай, не часов. Совесть в карман положили, а? О, Юсю! Здорово! Здорово! Давно в Москве. Что же я в нас езде не бачил? Слыхал самого? Конечно, слыхал. Слушай, наверное, скоро война будет, а? Большое предупреждение он нам сделал. Треба прям посидеть, побывать. Вот это верно. Конечно, надо. Ну, ни один час не имею. Возвчера на один доклад пошёл. Вчера синяя птица смотрит. А завтра ещё до свидания пойдёт. О, ты здесь, а? Вон хати был. Ну, как, понравилось? Ну, как сказать, симпатичная сказка, конечно. Ну, немножко продовольственного клона имеется. Слушай, он, говорят, сам будет выступать? Да. Идём скорейше. Пойдём, идём. Слушай, смотри, вон Георгиевский зал. Вон там, видишь? Смотри, Герезадумова идёт. Стаханов. Вон. Куда же это мы с тобой попали, а? Маменьки. Ага, это святая лисепетия. Спаска, спаска, я салики салию живёт. Их, хулиган-то я так, я заморочен и нам гумала, а? А ты и такой, что-ли, был? Сел из детства разбойник. Серёжу не видала? Да вот они здесь были. Вон они, мам. Ты родной. Сколько лет тебя не видали. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Дядя, дядя, смотри, папанин. Петя, ну куда ты? Дядя, дядя, а вы за правочной? Нет, дедка милый, я игрушечный, заводной. Когда как повернешь, так, и пошел. Видишь, так? Вот здорово. Как ты попал крепко? Где твоя папа, мама? Вон там. Познакомь меня с папой, мамой своей. Пойдем, дедочка, пойдем. Ну, ваш сын замечательный. Учите его. Старайтесь, помахайте ему в жизни. Он будущий герой. Спасибо вам, что у такого сына на свет пустили, чтобы он был веру поспитывать. Будешь герой. Иван, спасибо. Какие яркие портреты, правда? Кто это нарисовал? Репин. Репин? Я тебе уже говорила, Репин. Репин. Старлен. Нам твердили, что рабочий класс, разрушив буржуазные порядки, не способен построить что-либо новое взамен старого. А мы доказали на деле, что вполне способен не только разрушить старый строй, но и построить новый социалистический. Я думаю, товарищи, что наш народ действительно неплохо поработал и заслужил огромное уважение всего человечества. Усаживайтесь, товарищи, усаживайтесь. Нам сегодня обещали неплохой концерт. Посмотрим, чем нас порадуют наши мастера искусства. АПЛОДИСМЕНТЫ За твое здоровье, мать! Аплодисменты! О, это, брат, такая старуха! Это наша мама. Мать народная! Бабушка! Бабушка! Старлен! 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 О, это, брат, такая что-либо мы сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот бедовый черт, задумал чего-то АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Аж совестно мне чего захотелось, Климент Ефремович А чего именно? И? А ты, Иван, не того, не здорово хлебнул? Я-то? Да О, Господи, забыли вы меня, Климент Ефремович, айкак Под Царицыным на мечетке, чтоб перед атакой плясал Это я помню И вот сейчас именно этого захотелось Знаешь, так по-царицынски сплясать бы Как смотрите? Вот нашему Ермилову сплясать захотелось Да он чего-то стесняется Плясать? Аж совестно мне, ей-богу Но такое горячее желание Ног не удержу А что бы вы хотели сплясать? Ежели возражений не будет Я бы старую бароню сплясал бы, Елос Весремович Это же, чтобы душу отвезти Парню? Так точно Парню точно Как вы думаете, можно ему разрешить? Я думаю, можно Вот мы между собой так, в тихомолочку порешили Что можно вам разрешить? О, так что, покориться благодарю Пожалуйста Будьте добры КОНЕЦ 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 Что за скучание, Нарвай Михайлович Сидите, сидите Не здоровьется Господь с вами Садитесь, пожалуйста Была больна И кто выздоровела бы от такой радости Сроду такого счастья не было А дети мои то ждут Он Невестка Внук А я гляжу на них И себя вспоминаю Да я ли это Варвара Петрова Простая женщина Чем была Да какой и стала Жалко уж Не очень Тех годов Когда мы со Степаном Дурачем жили Поздно очень уж Мы обольшевичились Годам Это к сорока пяти Ну А ежели бы нам До такое развитие Как им Это уж Была б я в один год Партия с вами Свободна была Зачем же себя напрасно Проработать Варвара Михайловна Конечно Слух иной раз Этого не скажешь Но Между нами говоря Мы Неплохо поработали И Их тоже Кое-чему научили Да жизнь-то им сделали И что говорить А что я вас спрошу У меня у старухи всегда так У людей радость А у меня тоска Не было б горя Вот говорят А что Будет война По всему видно Будет По всему видно Не минаватель А ну и лучше Иосиф Иосифович Чтоб при нас она была Мы народ испытанный Привыкли из трудностей выходить Чего только не вынесли У нас спины крепкие На наших бы хребтах И отвоеваться Им тогда Полегче придется Значит Готовится Готовится Варвара Ах Гитарго труха Гитарго 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 Какой красивый город Париж. А вы в первый раз здесь? Да. Да, Париж прекрасен. Но что его ждет? Интересно, какой ответ приготовил министр Боне на наше предложение? Пожалуй, опять что-нибудь наврет. Как? Разве он врет? Боне всегда врет. Он врет даже своему домашнему врачу. Тот уже несколько раз отказывался его лечить. Я надеюсь, что господин министр... О, да, да. Пожалуйста. Субтитры сделал мальчик. Мальчик. Поехали. Поехали. Мальчик. Кто тут? Мистер Чемберлен. Чемберлен? Чемберлен. Алло. Бонжур, сэр. Бонжур. А! И вы тоже слушаете. И у меня такое же впечатление, мистер, что мы с вами сейчас беседуем не вдвоем, а втроем. Да. Прелестно, не правда ли? Да, рисковато у него, как всегда, но отлично. Парфетмен. Да. Да. Да, сэр. Мы свое сделали. Кувия уходит к востоку. Да, сэр. Приветствую вас, сэр. Благодарю вас. Чемберлен. Умный старик. Все понимает. Да, вы что бы хотели мне сказать? Господин министр. Русские приехали по вашему приглашению. Ах, да. Совершенно верно. Черт возьми. Они пришли за ответом. Совершенно верно. ЗВОНОК. Алло. Алло. Ах, это ты, Селестина. Здравствуй, крошка. Что? Ты хочешь показать мне свое новое платье. Как это мило с твоей стороны. Тогда я бросаю все и лечу. Лечу. Что? Ну, а потом, конечно, поедем с тобой в кафе. Так передайте господину президенту, что я сейчас выезжаю. Да, русские. Черт. Пусть они разговаривают с ним, а? Неприятный народ. Им обязательно нужно давать на все прямые ответы. Правда им нужна. Вы передайте им, что я не могу их принять, что я занят, что меня вызывает к себе. Выслушали себе, президент. И скажите, что я очень сожалею. О чем, господин министр? Не надо договаривать, мой друг. Скажите, сожалею и все. Как вы это скажете? Господин министр весьма сожалеет. Нет, не так. Надо сказать только, чтобы в голосе чувствовалась грусть. Скажите, что господин министр очень сожалеет. О, какая. Господин министр очень сожалеет. Вот так, пожалуй, будет лучше. Ступайте. Месси Жано. Ну-ка, повторите, как вы будете говорить? Господин министр весьма, весьма сожалеет. И я так же. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Итак, с сегодняшнего дня мы предоставлены самим себе. Франции, как великой державы, больше нет. Ну что ж, пожалуй, пора собрать чемодан. Пожалуй. Значит, это война? Да. После Мюнхена война стала реальностью. Так, значит, поездка в Англию и в Америку теперь излишна. В Англии и Америки скоро будет не до нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Неужели и Франция? Франция? Вы же знаете, что такое Франция, Боне и Лавале. Вот. Поехали! Приехал министр, месье Боне. Субтитры создавал DimaTorzok Вы хотите посадить нас поближе к сцене? А не шумно ли будет? Нисколько, месье Министр. Там ведь и немножко близко к нацистам. А у окна наши левли. Ха-ха-ха-ха. Что-то много у нас развелось с друзей Гитлером, месье Министр. Как мух перед дождем. Что-нибудь обязательно случится. Вы, Грегор, я вижу сторонник антигитлеровской коалиции. Мадам, как же иначе? Всякая коалиция против Гитлера это война, неспа? А вы знаете, Грегор, что такое война? Помбы, месье Министр. Вот именно. А это нам не подходит. Ха-ха-ха-ха. Ах, маше Селестию, я иногда думаю, что лучше быть оккупированным Гитлером, чем... Чем большевиками. О, ты хочешь отгадать мои мысли, Крошка? Я хочу сказать, что лучше быть оккупированным Гитлером, чем тобой, моя радость. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот от этой сволочи зависит судьба мира. В 1939 году Франция, преданная своими продажными руководителями, оказалась под сапогом Гитлера. Пал Париж. Гитлеровские орды хлынули в Западную Европу. В 1941 году фашистские полчища вероломно напали на Советский Союз. В 1941 году фашистские полчища вероли в Западную Европу. В 1941 году фашистские полчища вероли в Западную Европу. Фашистские полчища вероли в Западную Европу. Фашистские полчища вероли в Западную Европу. На, пригодится. Ну, племянничек, до свидания, пороху. До свидания. До свидания, Сережа. Да, грустно как-то. Ты уезжаешь, а я остаюсь. Рано меня в старики записали. Чего-ничего. Вот увидишь, мой прогноз оправдается. К зиме все кончено. Ну, сынок, где это видно, что война скоро кончалась? Маночка, вы оставьтесь, я провожу тебя. Да нет, давай. Ну, Сережа. Сережа. Чего-чего. Давай-давай. Осенью 1941 года немецко-фашистские армии приблизились к Москве, рассчитывая взять ее схода. Гитлер уже назвал сроки захвата Москвы. Господа, перед нами Москва. Замечательный день, исторический дат. Берлин, берлин. Зующий, мы в Москве. Мы в Москве. Алло. Берлин. 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 Субтитры подогнал «Симон» Гитлер по радио всему миру сообщил, что немецкие войска вступили уже в Москву. Там иностранный корреспондент интересуется нашими делами. Примите его. Здравствуйте, мистер Сталин. Пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Я слежу за Советским Союзом вот уже 17 лет. Я видел Ваша страна преодолевающей раны гражданской войны и разрухи. Видел также период индустриального роста. Я верил в Ваше дело, я боролся за него у себя дома. Но сейчас не скрою, мне тревожно. Вы хотите сказать, что сейчас уже не очень верите в наше дело? И как добросовестный врач вы приехали проверить наш пульс? Ну и как? Я всегда говорил с Вами очень искренне, мистер Сталин. Вы делаете ошибку, задерживаясь так долго у Москвы. Немцы рядом и больше того, они почти вокруг Москвы. Вы не лотные. Вам будут предоставлены все возможности вылететь в любой магазин. Я говорю о Вас, мистер Сталин. По-моему, в этом нет никакой необходимости. Тем более сейчас, мистер Джонсон. Накануне победы. Каждый раз, когда я говорю с Вами, Вы задаете мне столько загадок. Очень жаль, что за 17 лет Вы не отгадали ни одной. А что же сказать про тех, кто не знает и не любит нашей страны? Москва не будет сдана. Клянемся перед Родиной Правительством И великим полководцем Сталиным Будем защищать родную землю И сердце нашей Родины Будем защищать сердце нашей Родины Москву В Москву В Москву В Москву ради Родины Будем защищать мужскую В общем, А где-то Victor Субтитры создавал DimaTorzok Подерпев поражение под Москвой, Гитлер приказывает фельдмаршалу фон Паулюсу прорваться к Волге и захватить Сталинград Воспользовавшись отсутствием Второго фронта, фашистская военщина собрала все резервы под метелку и бросила их к берегам Волги Третий месяц шло сражение в Сталинграде за каждую улицу, за каждый дом Субтитры создавал DimaTorzok Железо устал Камень устал, одна она не устал Человек она Все устали, один человек не устал Мама, это которая сегодня? Десятый Так Отлично Чего отличного? По сотне давали, и то не радовались Эту колонну веду я Саша, я с тобой Нет, нет, Ксенечка, ты нужна здесь детям Береги себя, Сашенька Ты что, мама? В Крыму, на пляже? Да мне жарко, сынок, не то что Слушай, Саш, ну смотри там Не оплошай, дорогой Тут уж жалеть себя не приходится Не подведем Ксенечка, ты что, мама? АПЛОДИСМЕНТЫ Трудно, Саша, трудно. Человек он не военный. Что? Почему не военный? Чего трудного? Под немцем-то еще труднее, а? Выдумала тоже. Не военный. Кто теперь не военный? Все милые обвоевались как следует. Вы такая стали, мама, что вас не узнать. Вам никого не жаль. Вы какая-то бессердечная, деревянная стали. Ах, да не мы одни. У Филимоновых двое погибло, а у Зуевых четверо. Ткаченко! Ткаченко, включи! Руси! Давай, Са! Поверг! Пturк! Хорош! Давай, Са! Порят! Руси! 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 Я тоже говорю по-русски Русский иншенер Человек старой культуры И самостоятельный образ мыслей Хорошо не царицы Есть люди восстанавливающие Это и есть ваши друзья Мои друзья Не могут быть здесь Мои друзья там К чему весь этот бессмысленный энтузиазм покойников Вы же мертвы, мертвы все до одного Вы хотели раздробить наше единство И просчитались Оно монолитно Вы хотели стать господами И расширить свое жизненное пространство Но в нем вы найдете себе могилу Вас надо отправить К психиатру Раус Вы в могиле Поймите Вы и ваша армия Громадным утесом стоит наша страна Волны за волнами катятся на нее Грозя затопить и размыть Никогда Сашенька Сынок ты мой Миллион нас потерей Не я одна Бабушка 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 Ты чего плачешь? Что ты, петушок Когда ж ты видал, чтоб я плакал? Снег запорошил всю Ветрищ Немцам Я вас не отдам Деточки мои Не бойтесь Не бойтесь Где ваши? Сколько? Говори точно Костьми лягу Не пущу Руки гордкие Ты что, мать? Ранена? Нет Война Смерть 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 Мойска Донского фронта подошли к городу. Значит, сегодня Донской фронт и Сталинградский встречаются? Непременно. Да. Сталинград свое дело сделан. Бойцы покрыли себя неувыедаемой славой. Фашистские мерзавцы попали в стальную ловушку. Азатка, танковая армия. Валеного гитлеровского стратега Найштейн. Все еще хочет прорвать кольцо. Да, Иосиф Виссарионович, пытаются. Не щадят своих людей. Усильте нажим и бросок в степь. Доколотите их там. Оборонительный период войны закончился. Отмени мы наступаем. А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Пошли, пошли. Хватит вам гулять, пойдемте. Пошли, пошли. 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 Не туда. Беду! Бабушка, бабушка, смотри, белый флаг. Бабушка, смотри, сколько много пленных. Бабушка, 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 бабушка. Выспей, родной мой. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам, Барбара Михайловна, спасибо от имени родины. Как мы думали, Иосиф Серёнович, так по-нашему и вышло. Субтитры сделал DimaTorzok Клятру свою сдержали. Да, сдержали. И всё потому, что вы, а вместе с вами миллионы советских матерей, вырастили отличных сынов. Кровь, политая нашим народом, даст великую жаду. Человечество никогда не сможет забыть того, что наш народ сделал для его освобождения. Под священным знаменем великого Ленина мы полностью выполним всё то, что он нам завещал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok